Всем привет, с вами я VRGC и сегодня я продолжаю проходить сборку Divine Journey 2. Итак, за кадром я подготовился к сегодняшнему ролику и, во-первых, увеличил хранилище опыта, потому что то однослойное просто заполнилось. Также я сделал себе новый меч, я взял его из видео Скорпио, ссылочку на него оставлю в описании. Там как раз будет подробно расписан гайд, что, куда и как это делается. Также сделал себе новую броню и в принципе подготовился к походу по мирам. Подгрызал кучу еды, улучшил снаряжение. Также я все-таки стиснул зубы, пошел фармить черепа. И в итоге выформил за 2 часа 8 видименных ясней и потом до меня дошло. Очень быстро, как вы поняли, дошло, что я мог просто скрафтить гигантский меч и конкретно у этого 70% шанс на выпадение голов. Ну и само собой с этим я думал, что по-быстрому нафармливаю черепа визор скелета. Но потом я наткнулся на вот эту фигню. Это, если что, другая крепость, потому что я нашел крепость побольше. И вот это. Просто алтарь и просто 4 черепа визор скелета. Моя удача, блин, не знает границ. Собственно, также за кадром я пока искал эту крепость. Нашел статую возрождения. Собственно, вот она. Это работает как кровать, но только в этом мире. Нужно кликнуть по нему глоустонам и все. Или иными словами, она работает как якорь возрождения в новых версиях. И вот тут мы в награду получаем за череп визор скелета, во-первых, еще один череп визор скелета и небесную кару 5. Собственно, и теперь нам нужно взять и убить Иссушителя. Да, и, кстати, я в прошлой серии говорил, что там в атоме моя лопата не воспринимается как лопата. Оказывается, она просто была сломана, теперь я ее починил и теперь она нормально работает и все копает. Итак, но перед тем, как вызывать визора, я хотел бы кое-что протестировать. Давайте-ка займем эту область. И мне интересно, он теперь сможет тут что-то разрушать? Типа, я это отключу, если он не сможет, потому что я и так его и забью. Но это просто тест, чтобы понять, а криперы на моей территории? Нет, не могут ничего. А, нет, могут. Ну, да, это избиение вообще просто за несколько секунд. В награду получаем алмазы и эндер-жемчуг. 8 штук. И либо удача, либо починку, но из этого, я думаю, все-таки починку, потому что она более редкая. И да, если что, этот меч там что-то около 50 урона наносит. Вот, на вот его показатель 13 не смотрите. Итак, создаем снежный шарик. Все, теперь его нужно зарядить. Побывав в 7 биомах из представленного списка. Получаем в награду радужную руну, которую лично я без понятия, куда можно применять. И книгу, либо прочность, либо защита, либо защита от снарядов. Но, скорее всего, защита, я думаю. Итак, и вот теперь мы можем его запихнуть в дуговую печь и создать глаз Гаены. Итак, все ресурсы собраны, а это значит, что мы берем и создаем глаз Гаены. Да, правда, это достаточно долго. Отлично. Квест выполняем. В награду за него нам дают золото. И теперь нам нужно его активировать. С помощью вивиц плава. Он делается, ну, на самом деле, достаточно просто. Итак, глаз Гаены пробужден. И мне просто интересно, сколько энергии оно потратило. 10 миллионов. Да, немало. Итак, квест выполняем. И награду забираем, ну, атомный сплав. Ну что ж, теперь нам открыт проход в Эребус. Правда, нужно еще скрафтить разные штуки. Итак, алтарь создан, награду забираем, ну, Незеркварт, свою руду. И далее нам нужно на нем создать 2 Гемагаены. 2, потому что 1 посох, чтобы активировать портал с этой стороны. И 1, чтобы активировать его с той. К счастью, с той стороны строить его не придется. Итак, ставим этот алтарь куда-нибудь сюда. Размещаем на нем все нужные ингредиенты. Вопрос, оно так долго будет кружить? По всей видимости, да. Либо ему что-то не хватает. Но тут в крафте, в принципе, ничего такого нет. А, ну, вот оно. Окей. Квест выполняем. Получаем в награду, ну, никель. И теперь нужно скрафтить 2 посоха Гаены. Итак, создаем 2 посоха. И, да. Квест выполняем. В награду получаем золотую руду. Итак, создаем Гаена Кейстоун. Отлично. В награду получаем атомный сплав. И теперь нам нужно пойти в сам Эребус. А, правда, есть один нюанс. Нюанс заключается в том, что я слегка вообще без понятия, как этот портал строить. Так, ну, в своей памяти я что-то припоминаю такое. Да, да, отлично. Я все правильно помню. Так, ну и, в принципе, нужно только инвентарь очистить, и можем отправляться. Что ж, вперед. Эм, а так и должно быть? Видимо, да. Тож, добро пожаловать в Эребус. Да, и... Не понял. Мне это не нравится. А почему оно не активируется? Я надеюсь, это чисто потому, что нужно кирпичики заменить. Работает? Нет. Получаем в награду, кстати, зачарованное золотое яблоко. И что-то здесь как-то подозрительно тихо. Сказал я и увидел строку босс-бара. Нам нужен бамбук, кстати. Без понятия зачем. Но, раз сказали надо, значит надо. Типа, зообучий песок. О, а вот и мобы. Самое противное измерение, кстати. Потому что это гребаные жуки. Охренеть жирные жуки, причем. Он с трех ударов помер, блин. У этого меча 50 урона. Это что за жук такой? Ну-ка. Ёлк! Я не... Он там мелкий был вообще. Офигеть. И да, если что, этот меч автоматически расставляет освещение. Затрачивая на это прочность, но благодаря остальным листьям он восстанавливается самостоятельно, поэтому... И восстанавливается он быстрее, чем тратит прочность, поэтому... Еще один голем. Это, насколько я знаю, какая-то структура, и типа под землей, или возможно над нами. Потому что это... Мир, в принципе, одна большая подземная хрень. Так. Оно... Хочет меня укусить. Хотела. Если быть точнее. Так. Тут еще скорпионы. Берем! Слегка неожиданный поворот событий. И по-моему, я, кстати, эту пирамиду или структуру обошел по кругу, потому что я увидел надписи всех четырех стражей, которых мне надо будет убить. Вот к вот этому желания приближаться вообще нет. Да, и правильно делаю, что не хочу приближаться. Так, я вижу какую-то руду. Потому что, ну... Руду нам тоже надо добыть. И там слева какая-то структура. Это... Это аэронор. Ну, ее добудем. Я не знаю, слышите ли вы, но я слышу напряженную музыку. Думаю, теперь слышите. Мне это вообще не нравится. Твою мать, летающие жуки! Еще этого не хватало. Но это что, будов пригодится? Угу. О, а вот это уже... Что-то интересное. Какое-то... Это древесина. Угу. Окей. Знаете, тут мне подсказывают, что нужно... Кого? Твою! Как это противно. Не знаю, на видео это может не настолько противно смотреть. Но вот когда играешь, это... Эх, мерзко. Хорошо, что после этого мира идет рай. Вот в раю ничего мерзкого точно не будет. Рай ведь? Да, рай. Ну, можно будет, конечно, в Айсеку отправиться. Но я думаю, что... Лучше уж в рай. Потому что в раю я... Если мне не изменяет память, ни разу в жизни не был. Хоть и смотрел прохождение... С этим модом. О, я нашел тарантулов. Они... Нам и нужны. Для квеста. О, боже. Они еще и отравляются. И у них броня есть. После этого мира мне явно нужен будет выходной. Какая-то мелкая летающая хрень. Надеюсь, что эта мелкая летающая хрень легко убивается. Дропа нет. Печально. А вот какая-то и руда, которая нам явно нужна. Генезис. Угу. И эту штуку лучше добывать... Киркой на удачу. И да, кстати, за кадрами я там разрушитель лабиринтов откопал. Так, мне это не нравится. Вообще. Зачем тогда я сюда иду? Если мне это не нравится. Опер. Ой. Боже, я об этом пожалею. Или нет? Или это просто так отображается... Нижний предел мира? Потому что хотелось бы в это верить. Но верится с трудом. Это чего-то, это биом новый. О, грибы. Вот они-то нам и нужны. Для квеста. На самом деле, я без понятия, на кой черт они вообще нужны. Супчик. Я бы не стал жрать такой супчик, если честно. Типа, грибы из измерения, где... Все, что движется... Хочет заползти куда... Боже, даже заканчивать мысль не буду. Темп лор. Ну, это что-то, что там тоже нужно. Так, и остается два последних гриба, которые мне нужно добыть. А, нет, один. Так. А вот это уже что-то новенькое. Это похоже на что-то мертвое. Я надеюсь, мертвое не из-за каких-то жуков, а просто мертвое. Без жуков. Так, ну вот что-то живое. В крайней мере, хп-бар. Лучше бы ты была, зараза, мертвым. Слава хп-бару, он тут есть. Потому что, блин. Если бы такая хрень резко начала на меня двигаться, и при этом я не знал, что оно живое, и подошел к этому... Теперь я бы на этом закончилась. Потому что ютубер стох от сердечного приступа. Так, ну это что-то типа глоустоуна. Местная вариация. Так, я... Оно агрессивное? Риторический вопрос. Легче найти что-то тут, что тут не агрессивное, блин. Ископаемое. Ну, просто ископаемое. Так, ну ладно. На самом деле, что-то в этом направлении как-то особо ни черта нет. А там рядом со спауном по-любому был данж. Так что я предлагаю вернуться. Я надеюсь, оно не где-то там в скале заспаунилось. Хотя, блин, узнать я это смогу только если либо найду это, либо в гейме третьем. Оба варианта... Мне не то чтобы нравятся. По разным причинам. Центр прям там. Прям в скале какого-то черта. Блин. Твою... Пожалуйста, увидите. А тут свет. И тут их два, ну... Блин. Серьезно, оно какого-то прям в скале. Блин, ну... Похоже, реально в скале. Хотя... Ну-ка. И в случае, если я не найду, я просто залечу в скалу в гейме третьем и посмотрю, если там вход реально в скале, то, ну... Ну, прокопаюсь туда, получается. Так, ну я обошел это прям вокруг. И здесь нет входа. Давайте гейм третий. Ну да. Оно прям под землей. Вот. Боже, что это за генерация? Серьезно? Вообще, ноль выходов на поверхность. Ноль. Боже мой. Ну... Ну что это за дичь? Так. Ну вот мы тут... Как бы, да, здрасте. И теперь нам нужно найти тут големов и поубивать их. И получить скрепы. О, боже мой. Ну да, лабиринт, это, конечно, прям зашибись. О, твою мать! Я не ожидал, что она умеет по потолку ползать. Я думал, на верхнем этаже или типа того. Это можно... К счастью, это можно сломать. Долго, но... Возможно. Да твою... Это противно. Нет, после этого видео я однозначно... Блять. Я иначе не могу ситуацию описать. Ну окей, копать стены нельзя. Тут, кстати, какой-то сундук, но... Это мимик, наверняка. Нет, нормальный сундук. Ладно. Он за стенкой. И вот. Да. Бонжур. Уже найти тебя сложнее, чем убить. Оно боссом еще считается. Айрон скрэп. На, подготовился называется. Взял все, кроме блин-блоков. Ну. Ээээ... Ээээ... Этью-тью-тью-тью-тью. Газеты! Так, оп. Окей. Есть некоторые проблемы. Например, те, что я сейчас задохну. ну из хорошего из хорошего я смогу взять камушки твою мать чтобы я этого не видел просто по-быстрому сюда все складируем и нужно это убить серьезно боже только вот этого дерьма мне не хватало маммами альпертаменту лабранте я без понятия чё сейчас сказал бы твою мать она еще и отравляется о боже как противно квест хотя бы выполнили так а где мой скипетр вот не понял кого хрена или типа листвы вообще не должно быть в радиусе овер дофига чё теперь она активируется окей проблем все-таки была в спавне в лесу и так добрался до этого вашего голема это хрена меня отравило так короче тут лавы быть не должно в принципе воюк такой быстрый блин вот стоп она же сгорит но не сгорела частью и так еще один остался последний об она а то есть как бы я тут сломал кости и мне выпал дроп то есть я думал там просто к типа косточки дропнуться а нет а вот и последний ну-ка ну вот то есть я ломаю мне подается прям дроп а ты их можно покрасить их можно покрасить не знаю поставлю их пока что но мы думаем что все таки их в лаву выкину и так перри оставляем все это спасибо за радушный прием не тут джейд но и нам показывают что мы можем вот вот так он да это портал открывается и теперь нужно использовать все что мы добыли а лутали этот ну цену то храмом зашибись густок магмы вас окну все вставляем это все и глаза ну да я еще инвентарь там очистил нитки это то что я выкидывал кстати о вот завершён into the pyramid классно делись и о спасибо но блин по моему это зелье силы работает там да блять два урона что ли она помни в процентном соотношении но я надеюсь мне только одну такую пирамиду нужно будет зачистить потому что ну блин еще одну это утон еще одно я не переживу просто морально что блин потрачено это еще пару часов как минимум чтобы тупо найти ее так но все там будет босс даже зелья дали огнестойкости ночное зрение ну раз дает то ну как бы воспользуемся уже от этого точно не будет так банджур но в принципе она даже не противно по сравнению с тем что я видел это еще нормально хотя вот этот блок как-то подозрительно выглядит в любом случае получаем душу кристаллы и на коих черт она мне для квеста может хотя я не для квеста яйцо нужно потом его нужно будет активировать и еще какое-то яйцо так жоп как теста подал живое нет обычный песок окей так я тут нашел не что из самое интересное это вот то что снизу вот вот это меня честно говоря не интересует это я думаю всеми так прекрасно понятно чего это такое но и залипание клавиш от не то чего я хотел добиться но и чего а как мне и от них собственно избавиться да я хотел вот вот это вот залутать ну а что мне делать о боншарды вот и за типа ну ка ну попробуем один проверенный метод отлично аллилуйя скорее всего это именно то что я ищу потому что ну просто по размерам похоже ну да 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 это именно то что нужно что ж вперед здрасте короче ну нафиг давайте по старинке просто старинки это если что просто простроиться сбоку это же дерево оно явно даже окна опана а это стекло мне пригодится у меня есть кирка на шелк так что все должно быть зашибись так а вот собственно и наш банджур логике сейчас она защищена от атак ближнего боя но по крайней мере если этот барьер вообще хоть что-то означает и на кстати у меня арбалет тоже так-то мощный и сюда и чё меня атаковать а боже на найти это было тем еще гемором и тварь мне сейчас пик ударила о это хотя не знаю ладно ломаем вест выполняем теперь нужно это все активировать power м с хреновой текстуркой о господи ух ё-мой ё-мой я надеюсь у меня этих крыльев и есть лавинка да вот dragonfly о боже я все это выкидывал именно крылья точно помню что выкидывал и так отлично я руда получена и нужно будет создать микс это ребус рокс о боже только не говорить что мне еще больше этого понадобится сколько три камушка и так в общем нашел такую лилию и нафармил тут dragonfly вингов спавнера просто это получается аналог того что мы находили там практически в начале серии бегая по пустырю он тоже ставил спавнер но тут их было два x здесь вообще ничего интересного нет итак создаем два короче соединенных крыла называть это так и еще два ну тоже как бы соединенных крыла но это уже крылья мухи и так создаем power и отлично в награду забираем я нет поджалу я не буду забирать эту награду я не ладно кей 8 стрюзы гаста потому что черепа в принципе не так уж и сложно формить с тесаком на 70 процентов убивания этих самых черепов окно и теперь нужно заняться вот-вот этим вот и так создаем два вот вот этой хрени вас выполняем получаем неважно что остается только самое зараза бесячи а именно ну скорее всего что-то около часа хождение по шахте уже серьезно ребусу нужно подкрутить шанс на генерацию что что рут что структур и так аллилуйя наконец-то создаем это и теперь мы шерсть нужна и вот теперь мы берем и собственно да получаем трофей кстати собственно пихаем сюда и тут написано что right click on either portal block to gain access to dimension а то есть это заберет еще предмет предмет получается можно дупликать ночь собственно я чистил инвентарь поэтому мы берем и забираем все что можно забрать так и тут забираем алмазы 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 эти грибы например айрон ордит но и тут все зелье стремительности заберем собственно и вот такие награды мы получили рот при холодный парашют из рая это видимо да это вот за этот квест ну ладно удержание 3 и отталкивание ну и нам остается скрафтить вот вот это вот и так создаем короче вот эту хрень просто выполняем забираем вот это а погоди это был не choice reward окно и тут нужно антивеном какой-то скрафтить ну чего и как я их получить должен и по человеку какой-то сок господи ноль вариантов как это вообще делается если честно но это про противоядие окей противоядие а из понятия откуда эти листья забрать плюс это жидкость но если листья то еще ладно возможно мне просто нужно листу поломать нет в общем ладно и без понятия откуда эти листья получить это я буду постепенно заканчивать раз уж вы досмотрели до конца можете подписаться на канал поставить лайк написать комментарий тем пока